Это все пошло от родителей. У меня и мама, и папа работают в энергетической отрасли. Начинали свою трудовую деятельность в Красноярской ТЭЦ-1. Ну и затем мы с братом последовали примеру родителей. Мы два брата, и мы всегда друг за другом пытаемся успеть. Друг друга подталкиваем и подстегиваем, сами того, может быть, и не понимая. А вроде смотришь, вот он успеха добился, ты за ним пытаешься угнаться. Где-то перегнал, и я больше, чем своим, его успехом радуюсь. Я на данный момент работаю заместителем начальника производственного технического отдела. Семье 28 лет. Я машинист котла. Я подаю пар в турбину на соответствии с диспетчерским графиком. Мы работаем на одну большую энергосистему. Все направлено на то, чтобы работа была надежной, безопасной, эффективной и экономичной. Когда я была маленькая, мне показали очень простой опыт. При добавлении ввода индикатора она поменяла цвет. Настолько вот этим вот загорелось, настолько меня это вдохновило. И я решила, что, наверное, химия это будет моим призванием. Меня вообще, наверное, с такой серьезной профессией мало кто ассоциирует. Может быть, в силу моей внешности, беленькая, маленькая. Когда я говорю, что я работаю на ТЭЦ, все такие, ого, как так? Я работаю инженером-химиком первой категории в химической лаборатории. Когда я поступил сюда, на Барнольскую ТЭЦ-2, я работал учеником лаборатории в группе электроизмерений. Пришел я сюда в 15-летнем возрасте. Работа моя заключалась в ремонте приборов. Ну, а потом, когда я перешел в эксплуатацию, вот там я почувствовал, что я та единица, без которой производство не обойдется. А это, простите, ответственность. Это, простите, твое мастерство, это твои знания и твой опыт. Это стало делом моей жизни. 51-й год уже здесь работаю. Эта станция у меня на глазах построилась. Из окон комнаты, в которой мы жили, я и наблюдал весь процесс. Тут я вырос среди тех ребятишек, чьи родители работали на этой станции. В 1980 году, 1 июня, я уже первый день вышел на работу в качестве начальника смены электроцеха. Работа очень интересная, ответственная. Каждый день решаются новые задачи, новые проблемы. Однажды приходил на счету зам. электроцеха Позняков Валерий Владимирович и говорит, пришла на станцию «Разнарядка» для поездки за границу. Парень говорит, давай попробуй. Ты, говорит, еще молодой, может получится. Ну и я поехал на эту станцию. Это было в 1985 году. В Йемене я пробыл два года. За это время мы ввели станцию в работу. На этой станции мы ввели два генератора и четыре котла. В энергетике пять лет я начинал парадчиком. Сейчас машинист котла. Я прихожу на рабочее место, ознакомлю его с составом работы оборудования, в каком режиме оборудование работает, какие-то переключения проводились за время моего отсутствия, какие замечания по работе оборудования. Когда меня спрашивают, из города все отвечают, что я энергетикой, работаю машинистом. Год назад я получил второе образование. С перспективой у меня есть амбиции, есть желания. Возможности есть в любом случае. Тем более города расстраиваются, везде все строится, везде энергия нужна. Строятся блоки, строятся электростанции. В схеме теплоснабжения города Красноярска филиал Красноярской ТЭЦ-3 занимает не последнюю роль. Одной из основных задач для любого энергетика, и в частности для сотрудников сибирской генеральной компании, это обеспечить надежную и эффективную работу оборудования. Мой день начинается с того, что я прихожу на работу и составляю распорядок своего дня. Определяю задачи, расставляю приоритеты, затем планирую работу со специалистами своего отдела. Помимо того, что я развиваюсь как специалист, я развиваюсь как личность, приобретаю какие-то навыки как руководителя, как лидера. Я преподаю для машинистов котлов, машинистов турбин. Это курсы повышения квалификации оперативного персонала. Сейчас моя работа непосредственно направлена, чтобы скорректировать режим работы станции, чтобы получить определенную продукцию, затратив меньшее количество топлива. Основное назначение станции – это отпуск тепловой энергии и электрической. Для отпуска тепловой энергии мы производим воду питьевого качества по СанПИМу. Берем воду из реки Несей. И на каждом этапе очистки ведется строгий химический контроль. Если не будет химиков, то оборудование просто может обрасти солями, начать свистеть повсюду и везде. На Красноярской ТЭЦ-3 работаю уже 5 лет. Моя работа заключается в контроле водно-химического режима станции. То есть, в принципе, весь водно-химический режим станции, он существует для того, чтобы мы сохранили теплосиловое оборудование. Через мои руки сколько людей я прошел, сколько я обучил. Тех же начальников смен, тех же монтеров, тех же операторов. Надо молодым дорогу давать. Сколько там можно сидеть-то? Сниму свое время, иначе говоря. Пришло время, я ушел. Ну, это было уже 5 лет назад. На данный момент я электромонтер РЗА, релинговой защитой автоматики, лаборатория. Какие-то неполадки, какие-то несоответствия, может быть, какие-то выявлены в том плане, что надписи надо обновить или еще что-то. Это вот моя работа. У меня очень много друзей. Я успеваю участвовать очень активно в деятельности молодежного совета здесь, в СГК. Молодежные наши движения происходят в течение года. ВН – это достаточно масштабное мероприятие. В нем участвуют все филиалы компании, все города. И, мне кажется, все этого всегда очень ждут. Я люблю активный образ жизни. Я люблю очень пешие прогулки, люблю пробежки. Притом, люблю так, чтобы это было где-то на свежем воздухе, в красивом месте. В Красноярске у нас всегда есть на что посмотреть, чему удивиться. У нас был сосед, он занимался фотографией. И, глядя на него, мне тоже это дело понравилось. Ну, вот я и научился так потихоньку фотографировать. Потом мне мама купила фотоаппарат. Ну, и все, и пошло, и поехало. Зимой, выходные дни. Мы с уночками часто выезжаем в лес, на тропу здоровья. Меряем сугробы, катаем колобки, катаемся с горы. Можно и костер развести по желанию. Мы с детства футболом занимались. Футбол – это основной вид спорта. Всю жизнь с нами, и мы любим в него играть. Максимальное свое свободное время я стараюсь проводить в семье. Семья у нас одна большая. Мы очень часто к родителям приезжаем. Родители гордятся, что вот мы вроде выросли и работаем на должностях, на таких. Большой объем работы здесь проделывается, чтобы мы не мерзли, чтобы мы были в тепле и был свет. Я очень довольна выбором своей профессии и рада, что работаю в Сибирской генерирующей компании. За собой, как специалист в Сибирской генерирующей компании, конечно, я чувствую ответственность. Обеспечить тепло, согреть город – это основная задача нашей компании. Энергетика – это тепло, это свет. Это та неотъемлемая часть, которая согревает города и наши дома. Мы все работаем в команде, работаем эффективно, потому что по-другому никак.